Привет, тигры! Сегодня у нас очередное видео из разряда «Идиоты против бойцов». Будет весело и сердито! Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Итак, первый отчаянный монстр – это студент колледжа, игрок в американский футбол под 120 кг отборного мяса, который вызвал на бой учителя. Сейчас это частое явление, когда ученики готовы надавать учителю по шее, но не в этом случае. Учителем физкультуры оказался мастер бразильского джиу-джитту, а дерзкий ученик решил, что вся эта туфта с борьбой не работает против здоровых и сильных ребят, таких как он, о чем и заявил учителю. Вот что из этого вышло. Учитель хоть и сам выглядит, как любитель пастфудов. Без проблем перевел здоровяка в фартер, после чего занял полный маунт, а когда тот развернулся спиной, с легкостью провел удушающий. Опозорим нашего футболиста-гиганта перед девочками из группы поддержки. От этого боя вы будете в шоке. Такой школы бокса вы больше никогда не увидите. Это снова профессиональный дебют, но на этот раз Джимми Смита против Тони Москл, у которого этот бой был вторым в карьере. Сейчас просто посмотрите. Ну как вам? Мне эта манера боя очень напоминала какой-то стиль кунг-фу, типа богомола или бешеной лошади. У меня только один вопрос. Как таких шаолиней допускают на профи ринг? Ты не знаешь? Теперь переходим к бою, который ты запомнишь надолго. На видео Дедуган, который, по его словам, занимается кунг-фу уже 30 лет и вызвал на бой 300 школ, в которых всех победил. Теперь он пришел в зал к бойцам, чтобы стать их мастером. Один из учеников в зале муай-тай в это не очень поверил и предложил дедушке показать свои смертельные навыки в ринге. Ну как вам секретный стиль лютого кунг-фу? Я бы его назвал плаксивый носорог. Или дитя голубого дракона. Или трико смерти. А ты можешь свои варианты написать в коме. Конечно же по бою сразу стало понятно, что этот мастер просто любитель почесать языком и навешать лапши, чтобы его зауважали. Кстати, про таких мастеров я делал обзор, который ты можешь посмотреть в подсказках. Тебе точно понравится. Дальше мы поговорим про Гарсию, но не Майки. Его я вспоминал в прошлом видео, а про его брата Роберта, который является его тренером. В один прекрасный солнечный день профи-боксер Джосеф Бонас пришел в зал к Гарсии и сказал, что никогда не проигрывал мексиканцам и никогда не проиграет этим любителям буррито. Так как Майки в зале не было, этот недолугий вызов принял его брат Роберт. Как я уже говорил, он тренер, хоть бывшим и чемпион, но не действующий боксер. Поэтому вы должны понимать разницу в форме. Наш дерзкий Бонас снял футболку и полез в ринг доказывать, что мексиканцы ничего не стоят. После нескольких минут боя, Джосеф получил пару хороших плюх по голове и начал клинчевать. А Роберт продолжал давить и раздавать оплеухи дерзкому боксеру. В общем, после этого спарринга Бонас даже и не заикался о том, чтобы поработать с Майки Гарсией. Суть следующего видео очень простая. Один тренер позавидовал другому, за что в итоге поплатился. Вы наверняка знаете, что многие залы соединяют в себе тренажерку и зону боевых искусств. А в Америке это повсеместно. Там очень классные залы, где есть сразу все. Но я отвлекся. В общем, тренер по функциональной подготовке, назовем его так, предъявил тренеру по боксу претензии. Типа, ты не работаешь над физухой и не даешь своим ученикам пягать железо, вы все слабые, у вас плохая выносливость. Без железа нет ни силы, ни удара. Боксер сначала попытался показать, что тренировка по единоборствам это одна сплошная физуха. Но потом решил, что спарринг лучше всего покажет, у кого лучше выносливость и сила. Любителя железа? И упражнений? Или бойца? Как показал легкий спарринг, у нашего функциональщика нет ни функционалки, ни баланса, ни силы. Мораль. Каждый должен заниматься своим делом и не лезть туда, куда не бросит. Следующий бой у нас уникальный. Мастер кунг-фу против бойца ММА. А вся заваруха началась из-за того, что нас мастер решил поучить ММАшника жизнь. Этот дядя пришел в зал единоборств, представился мастером кунг-фу секретной школы в дальних горах Тибета и начал рассказывать нашему бойцу, что он коряво бьет, неправильно дышит, неправильно делает упражнения и все в этом роде. Кстати, ты встречал таких уников в зале? Я точно знаю, что их полно в качалках. В итоге парень не выдержал и позвал мастера в ринг, чтобы тот показал дыхание дракона и как все-таки нужно бить. Бой получился эпический. Мастер кунг-фу показал ровным счетом ничего. В принципе, как и все такие мастера на словах. Я бы даже сказал, что у него вообще нет опыта в единоборствах. Поэтому не нужно никого учить, пока сам чему-то не научишь. В этом видео диванный эксперт пришел в зал джиу-джитсу и вызвал на бой тренера. Я не знаю, почему так происходит, но все хотят подраться с тренером. Наверное, насмотревшись фильмов про кунг-фу, они думают, что если одержат победу над тренером, то заберут его школу и всех учеников. А эта слава сделает их знаменитыми. Как вы думаете, почему так происходит? В общем, несмотря на то, что тренер целый день провел в зале, он решил преподать на халу урок, который, кстати, даже не пожал перчатки, что было большой ошибкой. Как показал бой, эксперт был действительно диванный, а тренер не стал церемониться и решил преподать настоящий урок, который критик запомнит надолго. А у нас снова противостояние дерзкого паренька и тренера. Суть истории такова. В зал Муэй Тай пришел парень и сказал, что он непобедимый уличный боец. А Муэй Тай – это всего лишь спорт. Вот на улице все по-взрослому. Никто никого не жалеет, и он готов это доказать, сразившись с тренером. Но одев на всякий случай шлем. Хотя на улице его не одевают. Но логику интернет-бойцов понять очень трудно, а мне можете поверить. Бой получился скоротечным и очень брутальным. Тренер разозлился не на шутку после отчаянного нападения уличника. После чего, постепенно прессингуя и выбрасывая силовые удары, пробил левый хайкик, который четко приземлился в голову. Так как у уличника абсолютно нет защиты. В принципе, для чего она на улице? А дальше брутально добил паренька без пощады. Он же хотел жестокости, как на улице. Наверное, наш уличник забыл уточнить, что на улице он дрался в составе 10 человек, таких же отморозков. Обилие они в основном одного. А здесь один на один как-то не срослось. Это видео про знаменитого Чарли Зеленофа, который в этот раз ошибся залом и вызвал на бой 16-летнего боксера. Кто такой Зеленоф, я делал в видеообзор, который ты можешь посмотреть в подсказках. А я скажу в двух словах для тех, кто до сих пор не знает этого непобедимого чемпиона мира по боксу с рекордом 148 побед и ни одного поражения. Этот тигр ходит по тренажерным залам и предлагает качкам или чаще всего дрыщавым подснежникам легко поспарринговать, а потом набрасывается с целью нокаутировать ничего не понимающего оппонента. Но тогда был явно не его день. Кстати, я делал видеообзор топ-5 избиений Зеленофа, который ты можешь посмотреть в подсказках. Ну и на закуску посмотрим бой, который многие из вас видели и просили меня включить в список моих предыдущих обзоров на эту тему, которые вы можете посмотреть в подсказках видео. Это бой Кокляева и Александра Эмельяненко. На первый взгляд, у нас очередное противостояние качка и стронгмена в роли Кокляева и профи бойца в роли Эмельяненко. Но в отличие от других боев, здесь бой затеяли не из-за оскорблений, а просто ради денег. Я думаю, ни у кого не было сомнений, чем эта вся заваруха закончится, и бой смотрели больше как фрик-шоу, а не ради спортивного азарта. Хотя нужно отдать должное Кокляеву. По ходу раунда он пару раз неплохо попал Саше в голову, конечно, это не были хлесткие взрывные удары, но когда человек с массой за 120 кг наносит удар, он однозначно будет сильным. Конечно, Эмельяненко и сам не блистал в ринге, он не форсировал события и не пытался сразу все закончить. Хоть бой и продлился всего один раунд, но это скорее из-за того, что у Кокляева хватило горючки на пару минут боя, и он банально сдох, чем от того, что у Сани было желание его нокаутировать и быстро все закончить. Но в итоге все заработали денег и остались довольны. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, пускай знают, что бывает с теми, кто не уважает бойцов. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео, которые помогут тебе стать бойцом и наказывать таких негодяев. Настойчивости в тренировках! Продолжение следует...